Всем здарова, мастер на бите! Сегодня у нас будет обзор на гитарный плагин от компании Estelle Tones Howard Benson Plugin. Поехали! Кто такой Howard Benson? Это известный продюсер, мультиинструменталист, который поработал со многими известными группами и, в общем, это чувак, который кое-что знает о гитарном звуке. Данный плагин, эта штука очень похожая по замыслу на то, что делали Neural DSP со своими архитайпами. Ну вот, здесь принимали участие, помимо Howard Benson, Энди Джеймс и Уилл Путни, тоже, блядь, люди, которые, в принципе, не особо-то и нуждаются в представлении. Но, сразу забегая вперед, по моему мнению, вот этот плагин, он, по-моему, самый разнообразный, самый такой более подходящий для тяжелых стилей, и звук мне у него нравится больше всего из трех. Итак, господа, за 130 долларов нам предлагают на выбор пять усилителей. Первый, это эмуляция известного Bogner Hubershall. Второй, Amp No. 2, это Wizard 50 Modern Classic. Третий, в принципе, его можно узнать уже по внешнему виду, это Marshall GTM45. Потом Fender Twin Reverb и Fender Bassman. Вот так вот. Теперь подробнее пробежимся по интерфейсу плагина. Прикольный, приятный, интуитивно понятный. Здесь у нас есть Input, Gate, он же Noise Reduction. Тюнер, достаточно адекватный и хорошо работающий. То есть вам не нужен какой-то сторонний. Здесь он мне очень даже нравится. Секция выбора усилителей. Такая вот. Также секция с педалбордом. Здесь у нас Tube Screamer, Delay и Reverb. Ну, все как обычно. Drive, Gain, Tone, Delay. Но я потом еще чуть больше расскажу про Delay. Он тоже по-своему как-то работает, интересно. Reverb, ручка, регулятор. Вот на Reverb у нас регулятор подмешивания, регулятор Mix. Pre-Delay можно выставить. То есть, в принципе, можно даже, если для Solo использовать, то Delay мы отключаем. И здесь просто выставляем Pre-Delay по темпу трека. Кнопка включить-выключить. Вот. И кабинеты. На выбор 5 штук. Чик-чик. Также можно загружать свои импульсы. Вообще без проблем. Также есть у нас папка с пресетами. От Ховарда Бенсона, соответственно. От Майка Плотникова. От Ола Энглунда. И сами пресеты от компании STL Tones. В принципе, можно свои делать. Никто не мешает. Все достаточно удобно, понятно. Что касается интерфейса усилителей. Здесь все как обычно. Крутилка нижних частот, средних. Presence. Контур. Вот. Что такое контур? Регулятор, с помощью которого можно убрать средние частоты. Ну, Gain Master. Кстати, говоря о крутилке мастера. Вот здесь, в этом плагине, я бы не советовал его выкручивать слишком уж высоко. 4-5 более чем достаточно, потому что потом появляются некоторые искажения. Если пробежаться по остальным усилителям. Вот здесь во втором, кстати, нету контура. Здесь. Ну, типичный маршал. Камон. Так. Так. Вот. Все. Давайте, короче, послушаем, что вообще оно как звучит. Наверное, это самое важное в обзоре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, это звучит охуенно. Если поперебирать кабинеты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь он, кстати, с двумя микрофонами, вот, но если, допустим, вы делаете запись, и вам нужен такой, ну, румовый звук, грубо говоря, на дабл-трек, то, в принципе, можно вот второй кабинет прикрутить и подмешать звук со второго кабинета, вот, допустим, ну, это вообще жопа полная. Пиздец. Трошняк. Вот этот подрумовый звук подойдет неплохо. Да, ну, в общем, первый кабинет мне пока больше всего заходит, буду исходить из звучания первого кабинета. Окей, первый усилитель офигенный, мне, блядь, прям очень заходит круто, круто. Ну, это такой более кранчивый уже, такой грязноватый. В принципе, приемлемо, приемлемо. Ну, его тоже можно использовать как-то, в общем-то. Итак, теперь у нас будет маршал, попробуем, да, на первом кабинете и попробуем включить педаль. Так. И подкрутим мастер. Звучит более плоско, но характерно для себя. Звучит более плоско, но характерно для себя. Характерно для себя, звучит достаточно похоже. Окей, теперь перейдем к чистому звуку, и у нас тут есть Fender Twin Reverb. Погнали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ок Fender Bassman Ебать Ок Fender Bassman Все равно есть некоторое количество дисторшина, такого незначительного. Короче, тоже усилитель со своей фишкой. Это прикольно. В принципе, этот плагин целиком можно использовать, грубо говоря, для записи альбома даже. В нем есть, в принципе, все, что вам нужно. Но теперь, пожалуй, главный вопрос. А умеет ли он в соло и адекватно? Просто у меня был недавно обзор на плагин Hellbeast от компании Audio Assault. И там прям на нем очень сложно было соляки какие-то играть и тон выставить, потому что, ну, сам реверп работал очень странно и непонятно. Играет музыка Что реверп, что дилей мне здесь нравится, работает адекватно. Вот никаких там супер искажений не вносит, никакой вот каши нет, да, вот, что меня здесь прикалывает. И, в общем-то, можно настроить так, как тебе надо. Можно более сухой тон сделать, можно более такой расплывчатый, больше пространства добавить. И это пространство, оно не будет прям такое, что прям, блядь, ты не будешь знать, как это в микс уложить. А, допустим, если мы выключим дилей, просто подмешаем побольше пространства, то получится вот что-то типа такого. Играет музыка Так что, пожалуй, да, я эту дерьмо рекомендую. Этот шит звучит. Короче, да, плагин прикольный. Думаю, у разработчиков получилось создать достаточно неплохой продукт. Как по мне, сейчас один из лучших, вообще, из тех, которые есть на рынке плагинов. Ну, пожалуй, вот, Neural DSP будет стоять особняком. Но вот этот я бы поставил на второе место. Ну, и, пожалуй, на этом все. Всем удачи, всем пока. Все, до скорого.